МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите время новостей на МТВ в студии Анны Рябова. Волгоградские мобилизованные продолжают обучение на полигонах Южного военного округа. В регионе планируют собрать рекордный урожай зерновых, а Музей России «Моя история» отпраздновал свой первый юбилей 5 лет. Об этом мы не только расскажем в ближайшие полчаса. Мобилизованные из Волгоградской области продолжают обучение. Занятия по дисциплине боевой подготовки проходят на базе одного из учебных центров Южного военного округа. Занятия по дисциплине боевой подготовки проходят на базе одного из учебных центров Южного военного округа. Военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Также проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке и РХБ защите. Личный состав на практике оттачивает мастерство ведения огня из оружия. Боевые стрельбы проходят из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова и гранатометов РПГ-7В. Кроме того, мобилизованные совершенствуют навыки в метании гранат. Занятия проходят по программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт. Зеленый подарок получили жители микрорайона Тулака. Активисты экопроекта «Проросток» высадили молодые деревья вдоль аллеи по улице Ярославской. Экологическому десанту помогали и жители близлежащих домов. На зеленые акции побывала Дарья Коломыченко. Солнечное утро субботы учащиеся 54-й школы Советского района начинают активно. Вместе с педагогами активисты экологического отряда вышли украшать свой родной город. Ребята берут в руки лопаты, саженцы деревьев и кустарников и работа спорится. Они уже точно знают, как посадить зеленые насаждения так, чтобы те обязательно принялись. В этот раз, например, сажают акацию. У нас, получается, в школе прижилось, потому что подходит и крем, и он такой неприхотливый и прекрасно подойдет здесь. Это, во-первых, красиво, это экологично, это природа. Намного приятнее глазу, когда много зелени. Вдоль аллеи по улице Ярославской на Тулака уже десятки лет растут тополи. В рамках экологического проекта «Проросток» школьники дополнили существующую аллею, высадив более сотни саженцев тополя, акации и молодых клёнов. Некоторые растения из питомника учебного заведения. Мы назовем эту аллею «Дружбой». И зачем мы это делаем? Мы считаем, что через дерево мы прививаем детям любовь. Мы прививаем любовь к трудомовому воспитанию, к экологии. Но и самое главное, мы прививаем любовь к родной земле, к малой родине, которая вырастила, выкормила, ну, соответственно, к могучей, великой нашей России. На субботник вышли все желающие, многие целыми семьями. Рабочий инвентарь в руки берут даже самые маленькие жители микрорайона. Он в окошко увидел и говорит, пойдем тоже, ну, пойдем. Вот пошли, посадили, да? Лучше, чем, конечно, за компьютером сидеть в интернете. Должно быть красивое место. Мы чтобы приехали в Болгоград и сюда ехали. Потому что у нас тут и пляж, у нас тут и парк, и все, что было здесь. Я был уверен, что все получится. Столько людей хороших открылось, да, душевных таких, интересных, которые хотят преобразовать природу. За высаженными растениями будут следить также все вместе. Сотрудники районной коммунальной службы организуют регулярный полив с помощью спецтехники, дополнительно приобретенной в текущем году. А теперь будет целый сад. Какая красота. Я думала, маленькие росточки, а тут уже крупные. Да такие детки активные. Вот это 54-я школа, мне они сказали. Ну, молодцы, работают, работают, но работают. Так будет, я так рада, что наш район будет украшен. После активной работы, активный отдых школьников объединил волейбол. Отметим, с начала нового учебного года активисты проекта «Проросток» высадили уже более 150 саженцев кленов, ив и других растений на базах школ, детских садов и медучреждений Советского района. «Проросток», наоборот, помогает нам озеленять Волгоград и Советский район. Всего я хочу сказать, что в Советском районе в рамках программы озеленения силами общественности, силами застройщиков, за что мы им благодарны, муниципальных учреждений, школ, садов, больниц, высажены свыше 3000 деревьев и кустарников. Экологические акции в рамках проекта «Проросток» в Волгограде стартовали в конце 2021 года на базе образовательных учреждений Советского района. Флагманы проекта – средняя школа номер 54 и детский сад номер 348. Только за первые полгода ребята высадили в собственном питомнике около полутора тысяч саженцев деревьев, более 400 кустарников и около 3,5 тысяч цветов. Сейчас в экоотряде «Проростка» уже 10 образовательных учреждений района. Ранее глава Волгограда Владимир Марченко поручил оказать содействие по включению в эко-проект учебных заведений и в других районах города. Опыт сверстников уже переняли ребята из 8 школ и 22 детских садов областной столицы. Посадочный материал, выращенный детьми, будет и дальше пополнять зеленый фонд Волгограда. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. 7 миллионов тонн зерновых прогнозируют собрать в этом году в Волгоградской области. Это один из самых высоких урожаев зерновых за всю историю региона. Символично и важно, что эту уборочную кампанию хлеборобы посвятили 80-летию победы в Сталинградской битве. Про межуточные итоги сбора сегодня на оперативном совещании озвучил губернатор. Главными темами стали также осенний сев, господдержка сельхозтоваропроизводителей и участие региона во всероссийской сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Золотая осень». Уборочная кампания в регионе входит в завершающую стадию, отметил Андрей Бочаров. На территории Волгоградской области уже собрано более 6,5 миллионов тонн зерна. Продолжается уборка поздних зерновых и зерновобовых культур. Урожай зерновых текущего года прогнозируется на уровне порядка 7 миллионов тонн. Это один из самых высоких урожаев за всю историю Волгоградской области. При этом необходимо отметить, что качество зерна отменное. Что касается технических культур, то горчицу собрали уже полностью обработан на порядка 2-3 площадей софлора. Половина муниципальных районов приступила к уборке подсолнечника. В этом году запланировано собрать 1,2 млн тонн технических культур. Продолжается уборка овощей открытого грунта. Показатели этого года опережают прошлогодние почти на 10%. В целом планируется собрать больше миллиона тонн овощей. Параллельно сельхозтоваропроизводители сеют озимые культуры, готовят посевной материал и землю к весенним полевым работам. Под озимые засеяно почти 85% от запланированной площади. Осенние полевые работы проходят в плановом режиме. Озимые зерновые культуры под урожай следующего, 2023 года, посеянные на площади 1,4 млн гектар. Из запланированных 1,66 млн гектар. Это хорошая основа под будущие урожаи. Завершить осенний сев, а также уборку поздних культур необходимо до наступления неблагоприятной погоды, поставил задачу губернатор. До наступления устойчивого минуса нужно собрать и отправить на хранение и все овощные культуры. Также губернатор поставил задачу подвести итоги сельскохозяйственного года по всему региону и определить передовые хозяйства и лучших специалистов. Отличников наградят государственными и ведомственными наградами. По традиции Волгоградская область примет участие в традиционной всероссийской сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Золотая осень», где представит свои результаты и перспективы в сфере агропромышленного комплекса. Еще одна задача – оперативно выплатить сельхозтоваропроизводителям средства господдержки, которые Минсельхоз направит региону за зерно, реализованное после 1 августа. К другим темам. Пятилетний юбилей отпраздновал Волгоградский исторический парк «Россия – моя история». За это время десятки тысяч жителей и гостей города-героя посетили интерактивный музей и познакомились с многовековой историей нашей страны. Поздравили музей с днем рождения эксперт Федерального агентства Росмолодежи Роман Степаненко, публицист Николай Стариков и певец и телеведущий Влад Соколовский. На торжестве побывала и наш корреспондент Дарья Денисова. Голограммы, сенсорные экраны, лайтбоксы, 3D-реконструкции сражений, зданий и целых городов. Купольный кинотеатр, круговая панорама, кино в чаше. И все это увлекательное мультимедийное путешествие в историю России, от древнейших времен до современности. Квесты, интерактивные платформы, тесты на знания периодов истории нашего государства в доступном и знакомом молодому поколению формате. Формат, безусловно, потрясающий. Интерактивные экспонаты, они завораживают. Это действительно интересно. Век информационных технологий – это очень круто. Это особая атмосфера, особые люди. Всегда знаю, что если придешь, тут будут такие же люди, как и ты. Два больших зала и 42 эпохи российской истории. Рюрикович и Романовы – от великих потрясений к великой победе. Россия – моя история. Удивительным образом сочетаются факты прошлого и роль личности в истории страны. Эпохе Екатерины II и ее правлению великой державой в непростое время посвящена отдельная часть экспозиции – «Тайны великих женщин». В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I была открыта цифровая интерактивная иллюстративная галерея. Посетив исторический парк «Расимая история», ребенок, молодой человек, уносит частичку своей родины, своей души, оставляет немножко сердце здесь. И вот эта связь, она является ключевой. В рамках празднования дня рождения сотрудники музея и представители общества знания рассказали о функциях человеческого мозга. Во время эксперимента участники мастер-класса выходили на сцену и пробовали общаться с публикой, реагировать быстро в сложных ситуациях, адекватно воспринимать шокирующую информацию, импровизировать и шутить. Если честно, я очень даже рад, что такие музеи появились. Очень важно в условиях нынешнего времени давать информацию более новым путем. Ребята просто супер, я много езжу по России, много где бываю, и здесь очередной раз я понял, что просто активная, замечательная молодежь, которая адекватная. Как не стать жертвой информационных войн и как избежать манипулирования вашим сознанием? Автор более 20 книг, писатель и политолог Николай Стариков на примерах из истории провел причинно-следственные связи современных событий, а самому внимательному слушателю подарил свою новую книгу. Сознание людей – это тот ресурс дорогой, бесценный, которым многие в мире хотят управлять и направлять поведение людей в ту или иную сторону. Наверное, четвертый или пятый раз в различных городах посещаю выставку «Россия. Моя история» и считаю, что это очень-очень важно. Лекции в музее – любимое время у молодежи, студентов, вузов и школьников. А еще эта площадка для пространства – большая перемена. Центр непрерывного развития школьников. Здесь они могут обмениваться опытом, придумывать проекты и реализовывать их на практике. Мне мастер-класс очень понравился, потому что он был веселый, активный, самое главное, и еще познавательным. Я уже взял некоторые советы по прокачке мозга, поэтому это оправдало все мои ожидания. Лектории в музее «Россия. Моя история» объединяет людей с общими интересами. Пространство – большая перемена, часть федерального проекта «Билет в будущее». Познакомиться с моделями новых профессий, пройти тесты и выбрать для себя работу мечты, волгоградские школьники могут в лаборатории будущего. Исторический парк сегодня – это площадка под девизом «Больше, чем музей». И мы стараемся сделать качественный контент для наших посетителей. С удовольствием будем ждать всех на площадке исторического парка. Уже совсем скоро в подобных исторических парках по всей России откроется экспозиция, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Исторический парк не просто открылся, а развивается, стал, по сути дела, такой многофункциональной площадкой для изучения истории, для общения молодежи, для патриотического воспитания. И вот именно такая подача, современная, интерактивная, вызывает очень живой большой интерес, в первую очередь, конечно, подрастающего поколения. Уникальный для Волгограда современный мультимедийный выставочный комплекс – один из десяти в России. Культурный, патриотический и образовательный проект такого уровня реализован в нашем регионе впервые, благодаря совместной работе администрации Волгоградской области, администрации президента России, фонда гуманитарных проектов, патриаршего совета по культуре. Дарья Денисова, Александр Шишин. Время новостей. На центральной набережной Волгограда, возле памятника бронекатеру БК-31, обновили 50-метровый флагшток. В устройстве заменили элементы подъемного механизма. Размер государственного флага России, который развивается на флагштоке, почти 100 квадратных метров. За время эксплуатации отдельные элементы подъемного механизма потребовали плановой замены из-за износа. Работы были очень непростыми и потребовали участие в них квалифицированных работников и специальной техники. Ее предоставило руководство Приволжтрансстроя. По окончании всех необходимых работ обновленный механизм вновь поднял флаг России на 50-метровую высоту. Волгоградские байкеры завершили мотосезон и сделали это по традиции помпезно. Большой колонной они проехали по центральным улицам города. Организатором пробега стало отделение байк-клуба «Ночные волки». Организованы колонной. В сопровождении полиции байкеры проехали по первой продольной. Стартовали от парковки торгового центра «Европа-Сетимол», затем доехали до площади Титова, откуда развернулись и финишировали уже в центре на площади павших борцов у храма Александра Невского. Возле собора мотоциклы осветили. В советском районе состоялись состязания по мотоциклетному спорту, четвертые этапы чемпионата и первенства в Волгоградской области по мотокроссу. Состязания прошли на Максимке. Трасса протяженностью 1800 метров является одной из самых сложных для мотокросса из-за своеобразного грунта, наличия трамплинов и крутых поворотов. Но трудности для спортсменов – это вызов. Соревнования объединили 35 мотокроссменов из Волгограда, Волжского, Светлого Яра, Элисты, Астрахани и Дзержинска. В этом году участникам повезло с погодой. Все воскресенье в городе светило солнце, а температура держалась на отметке в 22 градуса. Дома стены помогают. Волгоградцы заняли первые места сразу в четырех классах и категории ветераны. Пятый этап чемпионата и первенство в Волгоградской области состоится уже 16 октября на мототрассе в Светлом Яре. И теперь о событиях культуры. 12 лет он служит в молодежке. Больше 40 ролей в различных постановках. В Волгоградском молодежном театре состоялся бенефис актера Андрея Тушева. Ему исполнилось 45. В юбилейный вечер зрители увидели артиста в главной роли в спектакле Евгений Онегин. Наш корреспондент Инна Емельянова расскажет, как из станочника широкого профиля Андрей Тушев стал известным актером. Он рос обычным мальчиком, учился в школе, занимался спортом, гулял с друзьями. Но уже в детстве у него начал проявляться особенный творческий дар. Андрей сам того не осознавая демонстрировал его во время игр. Мы играли на бандитов и милиционеров. Конечно, я был бандитом, а старшие по возрасту ребята были, конечно, милиционерами, потому что милиционер мог немножко побить бандитов. Серьезное увлечение театром началось позднее, в подростковом возрасте. По счастливой случайности Андрей оказался на репетиции театральной постановки в детско-юношеском центре Волгограда. Действие на сцене его не впечатлило, и тогда он произнес крылатую фразу Станиславского «Не верю». А режиссер, оказывается, сидел рядышком. И она говорит, ну иди покажи, как надо. Я говорю, господи, что тут? Ну, она мне ничего не сказала. Я, конечно, показался плохо, конечно, все очень было отвратительно. Но самое главное, она что-то для себя увидела и говорит, приходи на следующий, вот тогда-то будет репетиция. На тот момент Андрей Тушев уже закончил профсехучилище и получил образование «Станочник широкого профиля». Работал на заводе. Признается, о сцене даже мечтать не мог, но и свою жизнь без театра Андрей уже не представлял. В 2001 году он оканчивает Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Начал работать на профессиональной сцене еще во время учебы. Служил с 1998 по 2009 годы в Волгоградских «Тюзи» и «Нети» в русском психологическом театре в Москве. Затем судьба приводит его в Волгоградский молодежный театр. Играет Колмана Коннора в «Тоскливом Западе». Зритель начал ржать. Это был смех со слезами, потому что играется трагедия, но она настолько парадоксально смешная, что без смеха на это и без слез нельзя. И люди вставали, хлопали, аплодировали, говорили спасибо. За 12 лет он исполнил свыше 40 разноплановых ролей. Профессионал своего дела. Он никогда не останавливается на достигнутом. И каждый образ продумывает до мелочей. Судьбу своих героев он буквально проживает на сцене. Заработав постановки «Синий платочек», Андрея Тушева наградили памятным знаком губернатора Андрея Бочарова. В 2022 году актер сыграл свою первую главную роль – Евгения Онегина. Я знал, красавец, недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподступных, непостижимых для ума. В юбилейный вечер актеры пришли поздравить близкие друзья и поклонники. Редко кто из актеров играет такие разноплановые роли. То ли внешность такая универсальная, что можно кого угодно сыграть, то ли такая пластичная психика. С ним сотрудничаем уже давно. Я хочу ему пожелать, конечно, здоровья. А потом мне всегда очень нравится в нем такая страсть и такой интерес к тому, что он делает. Дмитрий Полянин вручил благодарственное письмо от главы города Владимира Марченко и поблагодарил за актерский труд. С вами уже знакомы не один год. Вы радуете каждым своим спектаклем, выходя на эту сцену, еще раз доказываете, что вы действительно служите театру, по-настоящему ее любите. Поэтому мы вас очень ценим, любим, надеемся на дальнейшие творческие интересные работы, ну и всего-всего хорошего. Коллектив МТВ поздравляет Андрея Тушева с днем рождения. Желаем, чтобы творческий потенциал всегда был реализован. Пусть роли будут главными, а аплодисменты – бурными. Светлана Ларикова, Инна Емельянова, Глеб Волков. Время новостей. В Волгоградском музее «Изо» пополнение. Теперь в коллекции работ художника Ильи Машкова, чье имя носит музей, сотни картин. Сотый экспонат в собрании передала из частной коллекции, причем бесплатно, ученица Машкова. Работа начала 20 века выполнена в графическом стиле. Неизвестный ранний рисунок одного из основоположников русского модернизма уже высоко оценили эксперты. На торжественной церемонии передачи картины побывала Екатерина Кудряшова. Чувственный образ натурщицы, выполненный в тандеме угля, пастели и графита – своеобразный манифест свободы и творчества Ильи Машкова. Произведение в стиле «ню» времен самого идейного и самого строгого сталинского периода советского искусства – сотая работа мастера в коллекции единственного в регионе художественного музея и 69-я в графическом стиле. За счет спонсорских средств пыталось приобрести 99-е и вот в этом году 100-е произведение Ильи Машкова. Наша коллекция вторая по количественному составу после Государственного русского музея в мире. В русском музее хранится 103 произведения и мы очень надеемся, что мы скоро приблизимся и, может быть, даже станем первой коллекцией в мире, которая очень обширно и разнообразно представляет этого художника. Личность натуршицы неизвестна, но подлинность работы сомнений не вызывает. Рисунок передан музею в дар из частной коллекции семьи ученицы мастера Софьи Адливанкиной – сестры известного художника. Для нас очень ценно, что мы можем последить судьбу этой вещи, потому что практически все произведения, которые сейчас в наших фондах, могут быть таким своеобразным эталоном, потому что они пришли непосредственно из мастерской Ильи Ивановича Машкова. Наш музей делает все для того, чтобы работать с именем Машкова. Это произведение станет доступным для большого количества людей. Увидеть неизвестное ранее творение именитого земляка в Музее изобразительных искусств пришли десятки волгоградцев – художники, искусствоведы и архитекторы. Эксперты высоко оценили выразительность и самобытную эмоциональность работы выдающегося мастера. Своим авторским техникам он обучил десятки студентов. Среди известных деятелей сферы культуры региона есть и выпускники вуза, в котором преподавал сам Машков. Я когда знал, что это будет графический лист, обнаженная модель, я уже знал, что я буду смотреть. И это подтвердило еще и то, что на таком тональной бумаге, очень красивой, даже не исключено, что мы можем сделать юбилейную монету в музее имени Машкова, где будет отмечено приобретение, и, наверное, это будет монет великолепным сувениром для приезжих в наш город и посещаемых наш музей. Символично, что расширение коллекции музея состоялось в преддверии празднования 80-й годовщины победы в битве на Волге. В августе 1942-го, во время ожесточенных бомбардировок, Сталинградская картинная галерея оказалась полностью разрушена, а коллекция утрачена. Спустя 20 лет музей возродили, и сегодня его собрание насчитывает более 10 тысяч произведений, и число их с каждым годом растет. Уверена, что эта работа займет свое почетное, достойное место, вызовет интерес и у волгоградцев, и у гостей, и у туристов, посещающих Волгоградскую область, и позволит всем нам еще раз прикоснуться к творчеству гениального художника. В графике изящностью линии талантливый мастер сумел отразить воплощение свободы творчества и природной роскоши бытия. В память о знаковом событии все гости выставки получили вот такую миниатюру картины. Илья Машков создал более 600 произведений, но несмотря на широкую известность художника, его творческое наследие до сих пор полностью не учтено. Впереди у научных сотрудников музея большая исследовательская работа. Новый экспонат посетители смогут увидеть уже на ближайшей выставке, посвященной отечественному искусству. Екатерина Кудряшова и Андрей Кирсанов. Время новостей. Российский ученый и электрик. Сам Александр Первый за изобретение электрической машины вручил ему золотые часы. А еще химик-технолог, доктор медицины и член-корреспондент Петербургской академии наук. Действительный статский советник. Все это заслуги и титулы нашего земляка Иосифа Христиановича Гаммеля. Заветная мечта, поиск себя и гениальные изобретения. История нашего соотечественника, чьи мысли и поступки не вписывались в строгие рамки времени, в которой он жил. Об удивительной судьбе простого юноши из Сарепты рассказывают авторы документально-постановочного фильма «Иосиф Гаммель. Открывая новые горизонты». Ныне, когда в обществе назрела острая потребность в изучении вклада соотечественников в историю нашей страны, пришло время вспомнить и о Иосифе Гаммеле, нашим выдающемся земляке, одном из первых русских ученых-электротехников. Съемки прошли при поддержке президентского фонда культурных инициатив музея-заповедника «Старая Сарепта» на исторической родине Иосифа Гаммеля. При участии ведущих актеров Волгоградского НЕТа Светланы Блохиной, Олега Алексеева, Сергея Симушина и других. Режиссер Варвара Куликова. Премьерный показ фильма 4 октября в 17.30 на МТВ. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Крупным планом». В гостях у Екатерины Кудряшовой человек-оркестр, режиссер, продюсер, сценарист, оператор, монтажер и колорист Павел Подашов. Его кинокартина «Метеорит» стала обладателем спецнаграды в номинации «Лучший полный метр» на фестивале «Волгоградский факел». А в 18.10 на МТВ приключенческий фильм «Правила геймера». Герой фильма – команда геймеров, которые играют в компьютерную игру. Их мечта – стать крутой командой, попасть на международные соревнования. Но для этого им нужны деньги. В воле случая в руках у ребят оказывается зашифрованное послание о спрятанном кладе. Если сначала целью подростков были деньги, то в конце истории они понимают, что главное для них все-таки дружба и взаимовыручка. Семейное кино с эффектными съемками в несвижском замке в 18.10 на МТВ. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях, делитесь своим мнением в комментариях. А с подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале МТВ.онлайн. А полная коллекция видео на рутуб.ру. Подписывайтесь, и так вы не пропустите главное. На этом пока все. Итоги дня подведем уже в 20.00, а в 18.00. Смотрите «Время новостей» главное. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде пасмурно, небольшой дождь, ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха около 19 градусов, атмосферное давление чуть ниже нормы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА